Но был ли рад регалиям сам Виктор? Первый директор группы кино Юрий Белешкин рассказывает, на последних выступлениях Цой выглядел уставшим. Он не очень любил концерты, потому что он слишком много отдавал. После каждого концерта он там полчаса вообще никакой сидел. Он после многих концертов падал. Но публика всего этого не видит. Концерт в Лужниках проходит в штатном режиме. Это финальная точка после бесконечного стадионного тура, в которой Виктора и его команду отправил новый директор Юрий Айзеншпис. С Виктором Цой меня познакомил мой старый друг. Детство – это Александр Лепницкий. И такая встреча состоялась с Адой Эрмитаж. После этого мы были как бы неразлучны. Как сказал впоследствии сам Лепницкий, подарок друг другу. Цою не все нравилось. Он уставал. Конечно же, Айзеншпис все поставил на такой конвейер, что группе так особо отдыхать было некогда. Группа кино колесила по стране. В некоторых городах давала по три концерта в день – утром, днем и вечером. Фанаты в буквальном смысле слова сходили с ума. Нельзя это на сцену, начинают меня обнимать. С фанатами группы кино шутки плохи. Если выступала какая-то группа на разогреве, то ее могли даже бутылками закидать. Иногда он казался смущенным. Типа, о боже, они все реально любят меня. Однажды мы пошли в булочную за хлебом, стояли в очереди. И на улице какой-то мальчик заметил Цоя. Когда мы вышли, там было уже 15 или 20 детей. Мы побежали, и все эти дети бежали за нами. Он простой мальчик. И тетя его говорила, когда они ездили на гастроли, он звонил и говорил, «Я не понимаю, что им всем от меня надо. Чего они от меня хотят?» Чего же хотел сам Виктор? Он вроде был рад свалившейся популярности, а вроде бы и не очень. Мне чужда демонстративность такая. Что? Смотрите, кто идет. В каком-то смысле ему пришлось наступить на горло собственной песни. Ведь все эти годы в интервью Цоя уверял, ему не нужны стадионы и сумасшедшие гонорары. Главная цель – оставаться собой и ни от кого не зависеть. Кто есть лучше, кто живет лучше, у кого квартира лучше, у кого денег больше. Мне это не интересует. Человек, который интересуется материальной какой-то страной жизни, вряд ли ему нужно, так сказать, потребуя этот термин, назвать рок-музыкантом. Когда пришли большие деньги, принципы, видимо, пришлось отодвинуть в сторону. Я с ним разговаривал на эту тему, он прекрасно понимал, что, в общем, да, такова профессиональная жизнь, что это деньги, и он согласился на эти правила игры. Впрочем, многие эксперты считают, музыкант словно предчувствовал скорый уход и даже намекал на это в песнях. Судьбою больше людям, кто живет по законам другим, никому умирать молодым. Ну а если бы Виктор Цой родился и начинал свою карьеру сейчас? Возможно, его песни так бы не срезонировали в сердцах людей. Да и вряд ли он бы нашел себе достойное место в современном шоу-бизнесе. Вот пришел бы сейчас Витя Цой с суперталантливыми композициями, а ему бы сказали, а у вас есть спонсор. Миллион есть на выпуск, вот, значит, клип, альбом. Сходил бы так один раз, второй раз, третий раз. В сто дверей постучался бы, и ни одна бы не открылась. Мы бы потеряли бы явление в нашей культуре. Песен еще не написанных, сколько? Скажи, кукушка, Пробой. В городе мне жить или на выселках Ко мне обрежать Или гореть звездой Звездой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова